Перенимаю эстафету у Артура Равильевича. Мы сегодня вдвоем рассказываем о творчестве одного и того же автора, Георгия Петровича Щедровицкого. Я расскажу о меньшем количестве, наверное, идей этого философа. И свой доклад я назвал вот так. «Реальность и мысль о ней в философии Щедровицкого». Уже было сказано о том, кто такой Георгий Петрович. Я подробно останавливаться не буду. Отмечу только, что достаточно удивительным и редким для философа является то обстоятельство, что, во-первых, он создал школу очень большую по, ну, фактически движение, очень большое по числу последователей для, скажем так, философского движения. И это то, что происходит в том числе и сейчас. Это не есть только лишь дела каких-то давно минувших дней, хотя его деятельность началась еще в 50-е годы. Дело его вот до сих пор живо, чему свидетельство то, что мы начали, ну, или фактически вот еще только будем, по большому счету, сотрудничать с его сыном Петром Георгиевичем. И это далеко не единственный представитель его школы, его последователей. Я скажу несколько слов о тех особенностях идеи Щедровицкого и творчества Щедровицкого, которые для меня самого особенно важны. Во-первых, то, что делал Щедровицкий, находится на стыке нескольких дисциплин. Мы все с вами живем, ну, если мы действуем в пространстве науки, то мы становимся заложниками ее узкой специализации. Мы все знаем, вот есть филологи, есть философы, есть педагоги, есть физики, есть математики, есть экономисты. И это все как бы каждый в своей вот, в своей нише. И каждый смотрит на мир с позиции этой ниши. И что интересно, несмотря на то, что мы понимаем, что, в общем-то, можно как-то и переходить из одной ниши в другую, между ними переходить, но структура нашей, так скажем, организационная структура нашей науки не располагает к тому, чтобы реально происходило взаимодействие между разными дисциплинами. Мы очень уютно себя чувствуем в рамках одной дисциплины и сталкиваемся с кучей проблем, если мы пытаемся выйти за рамки и создать что-то, что захватывало бы несколько сразу дисциплин. Вот когда я читаю труды Ищедровицкого, я нахожу там цитаты из, цитаты, скажем так, дисциплинарной принадлежности, очень-очень разной. Он ссылается и на труды физиков, так как он сам учился на физическом факультете МГУ, перед тем, как перейти на философский факультет, значит, у него некоторая подготовка в этом ключе есть. Он ссылается на лингвистов, на такие имена, которые совершенно не ожидал я лично увидеть у него в книге. Я знал эти имена из совершенно других источников, в связи с совершенно другими проблемами. И, естественно, логика, теория познания, но также и, например, кибернетика, теория управления. Это те, да, психология, это те дисциплины, на которые он так или иначе ссылается. И, по большому счету, создавать явления, подобные тем, которые создал Ищедровицкий, конечно, и можно, по большому счету, только в меж- или, точнее, полидисциплинарном пространстве. Мы должны понять, что вот эта дисциплинарная структура, она не является, ну, скажем так, она является инструментальной для организации науки, для организации образования, для организации некоторых процессов. Она не является чем-то сущностным. И, кстати, то, что я сегодня буду, то, о чем я сейчас буду говорить, это отчасти тоже с этим связано. Потому что я буду говорить о том, как ученый подходит к реальности и с чем он имеет дело в этом процессе. Еще одна очень важная особенность учения Ищедровицкого, вот сейчас Артур Ильич сказал, да, внимание к методологии. Но мы, впрочем, это ни для кого из нас не будет большой новостью. Мы все знаем, что в любой науке есть своя методология, да, есть методы. Оригинальность Ищедровицкого в том, что он заявляет, что методология – это не часть науки, это не часть философии, это есть нечто соразмерное, ну, скажем так, нечто однопорядковое, правильнее сказать, для науки и философии. Вот это вот что-то достаточно оригинальное, редко какой методолог до этого дойдет. И мы видим, что Ищедровицкий понимает задачу методологии не только в исследовании метода познания, что хорошо знакомо ученым, любым философам, это понятно, да, начиная с Бекона и Декарта, которые пишут работы, посвященные методу, все понимают, о чем речь. Но он занимается методом вообще чего-либо, методом любой деятельности, не только познания. Ну и как уже сказал Артур Ильич, и сами процессы, связанные с мышлением, могут быть очень разными и требовать различной, соответственно, методологии. Еще одна особенность Идей Щедровицкого, вот он формулирует прямо этот принцип в одной из своих работ, примат деятельности над знанием. Для науки это, в принципе, не характерно. Мы видим, что в науке все служит знанию. Если мы что-то делаем, то для того, чтобы создать знание. Дальше понятно, если мы, например, на научных, опираемся на научные концепции, когда делаем какую-то технику, там, да, там опять появляются какие-то другие цели. Но вот внутри науки знание является чем-то вершинным, конечным и самодостаточным. Щедровицкий трактует даже вообще само познание, само мышление, как всего лишь ступеньку к действию, к деятельности. Мышление – это то, что нужно для того, чтобы потом знать, что делать. Это совершенно неожиданный, это совершенно, так скажем, не характерный для западной науки вообще подход. Я, когда рассказываю студентам о различных ценностных системах в пространстве познания, в пространстве, ну, вообще, что разные цивилизации здесь предлагают человеку. Мы можем, я останавливаюсь на этом нюансе, на этом вопросе. Западная наука, начиная со времен древних греков, стоит вот на этом, на этом принципе. Главное – это познание, главное – это добыть какое-то знание. Щедровицкий, видите, это разворачивает в другом ракурсе. И вот я перехожу к центральному пункту, скажем так, центральной идее своего доклада. И вот здесь тезис, я привел тезис Щедровицкого, который позволяет понять, что такое мышление, который, точнее, который показывает, насколько необычным был подход к мышлению со стороны Щедровицкого. Вот я сейчас это покажу. С одной стороны, то, что вот сейчас Артур Ильич рассказывал о мышлении, многие вещи звучат довольно привычно. И даже фраза, которая здесь, которая здесь написана сейчас на экране, она тоже звучит привычно. Да, ну, да, знаки, конечно, в мышлении, куда же оно без знаков. Если мы вспомним этот старинный тезис, тоже уже давно ставший, ну, скажем так, классикой, о том, что мышление и речь связаны теснейшим образом. Я не буду сейчас говорить о том, как потом он развивался, но тоже очень хорошо знакомый гуманитариям тезис. А вот теперь давайте посмотрим, что понимает Щедровицкий под этой фразой. Как мы обычно понимаем мышление? Мышление мы понимаем чаще всего, но это по моему впечатлению, может быть, кто-то меня поправит. Мышление мы чаще всего понимаем, как работу со смыслами, с мыслями. Чем оперирует мышление? Мышление оперирует мыслями. Это прямо-таки однокоренные слова, и сам Бог велел, чтобы вот мышление оперировало мыслями. Щедровицкий говорит, нет, мышление оперирует знаками, а знак – это материальная выраженность, например, в буквах, в знаках, в символах, в каких-то значках. Обязательно она должна быть, и у них есть, у этих значков есть какой-то смысл. Вот простейший пример. Сам Щедровицкий приводит пример с баранами, но я решил привезти горобьев, птичек, как-то сомнительный пример с баранами. Хотя фраза «вернемся к нашим баранам» тоже уже стала классикой. У нас есть птички, на одной ветке сидят две птички, на другой ветке сидят три птички. И мы что делаем? Мы вместо птичек берем значки, в данном случае цифры. И мы что-то делаем, смотрите, в чем тут соль. Мы что-то делаем. Вот то, что сейчас речь шла о чем? Деятельность. Мы что-то делаем с этими значками. Не с мыслями, не с понятиями, а со значками, у которых есть материальная выраженность, и у которых есть смысл. И в этих значках мы претендуем на что? На то, чтобы их смысл как-то соотносился с тем, о чем мы говорим с птичками. Что мы какой-то аспект этих птичек схватили вот в этих значках. В данном случае количество. Смотрите, что происходит дальше. Дальше мы этих птичек вообще оставляем в стороне. Мы про них уже забыли. Когда сегодня вы школьника спросите, ну не школьника, а любого взрослого человека вы спросите, два плюс три сколько будет? Там пять? Да. И никто не спросит, два плюс три чего? Какая разница чего? Просто два плюс три. Например, в языке сахалинских нифхов такая фраза невозможна. У них есть разные числительные для разных типов объектов. Я в том источнике, где я об этом читал, там не было подробного рассказа, какие именно числительные какие типы объектов. Ну, например, там, скажем, большие объекты типа лодок или бревен, это один тип числительных. Там маленькие какие-нибудь типа стрел, ножей, другой тип числительных. Живые существа, третий тип и так далее. То есть, они не дошли в своей эволюции до просто абстракции числа. Это показывает, что не так все тут просто. Дальше, что мы делаем с этими числами? Мы с ними что можем делать? Например, мы можем их возводить в степень, извлекать кубический корень. Вы попробуйте из воробьев извлечь кубический корень, не получится у вас. Вы сможете этих воробьев вместе, да, вот в одну клетку посадить двух воробьев, в другую трех. Артур Эвилич рассказал, что если посадить там не воробьев, а каких-нибудь хищников и их жертв, то там может приключиться что-то нехорошее. Но даже если ничего нехорошего не приключится, мнимых воробьев вы уже не... Мнимые иррациональные воробьи не существует, а мнимые иррациональные числа существуют. Итак, смотрите, мы создаем некий знак. И мы замещаем вещь знаком. И мы дальше что-то делаем со знаком. И мы получаем результат, который невозможно получить, проделывая какие-то... что-то проделывая с вещью. Да, ну давайте уж тогда вот так. Всем нам хорошо знакомая пара понятий. Объект познания, объект исследования, предмет исследования. Мы требуем этого в дипломных работах, курсовых, в диссертациях. Уж, конечно, это все должно быть отточено. И мы, в общем-то, привыкли думать... Я привык думать, что я понимаю, о чем речь. Но вот у Щедоровицкого это приобретает несколько... Ну, скажем, более так продуманный характер. Зачем это вообще надо? Ну, может быть, даже чуть глубже, чем надо, для того, чтобы это сформулировать в дипломной работе. Объект это реальность. Да, реальность. Предмет это знаковая конструкция, замещающая объект. То есть, вот есть эти воробьи, и есть какие-то знаки и мои мысли по поводу этих знаков. Вот что такое объект и предмет в понимании Щедоровицкого. Я пытался понять, а что же он понимает под объектом, но чаще всего я находил, что он отсылает нас к единичным чувственно воспринимаемым предметам. Вот как раз камни, стулья, водопад, облако, воробей. И вот это то, что вот мы видим, маломальский отстоит от чего-то другого. Вот люди ходят по улице, а мы уже с мыслями приводим какие-то мысли вместо этих людей, значки вместо этих людей. У Щедоровицкого появляется интересное понятие замещение объекта знаком. Это происходит в основе, это лежит в основе мышления вообще, и это лежит в основе научного мышления особенно. Предмет, пишет Щедоровицкий, это иерархированная, я не стал менять эту формулировку, его формулировка, слово, система замещения объекта знаками, включенными в определенные системы оперирования, в которых эти системы замещения существуют реально как объекты особого рода. Замещение – ключевое слово. Дальше есть вот это упоминание какой-то иерархии. Почему иерархии? Потому что с воробьями там просто, да, видите, мы взяли и количество взяли. А потом мы можем с этим количеством еще что-то делать, уже в другой плоскости. Щедоровицкий здесь применяет метафору плоскости. Любой, ну, маломальский, такой нормальный предмет, он включает в себя несколько плоскостей, то есть несколько типов операций, которые были проделаны, прежде чем предмет был получен. Вот я привел пример нескольких предметов науки и объектов науки. Есть зебры, которые по Африке бегают, такие похожие на лошадь, они есть родственники лошадей, да, и ослов. И вот есть понятие вида «эквус квагга». И заметьте, что делает биолог с этим словосочетанием латинским. Он пытается описать его фенотип, описать его генотип. Это понять, этот значок приобретает в сознании биолога самостоятельную жизнь. Вот, ну, биологи, в общем-то, могут сказать, что на самом деле нет вот такой устойчивой конструкции, как вид. Потому что это все время находится в движении, все время виды, деление на виды – это не статика. Нельзя сказать, что один вид произошел от другого. Да, и там 10 миллионов лет подряд были вот такие ослики, ослики, потом вдруг раз, от них произошли зебры, да, и отдельно еще дальше продолжится существовать ослики. Это история видов, это постоянная изменчивость. Но биологи выделяют вот этот конструкт, он позволяет им что-то делать с ним. Или химическая формула для камней. Мы видим камни, и мы видим химические формулы. И, смотрите, ученые имеют дело с этими формулами не так, как с камнями. С камнями, жидкостями, газами. Ученые что-то проделывают с этими формулами, такое же, чего они не могут сделать с камнями. Ну или, если говорить об обществе, идеальные типы политической власти, скажем, по Веберу, тоже как раз пример такого предмета. Теперь дальше. Предмет – это результат определенных мыслительных действий. То есть предмет не есть что-то такое, что само по себе берется нами. Предмет, он всегда конструируется. Эти действия, во-первых, протекают в разных плоскостях. То есть это действия разных типов, иными словами. Поэтому, когда мы берем результат, например, химическую формулу, чтобы ее получить, нужно было сначала проделать кучу действий, чтобы еще дойти до этого уровня. Далее. Эти действия иногда рефлексируются, иногда не очень. Когда мы имеем дело просто с мыслями, со словами обычного, естественного языка, или состоящими за них смыслами, то рефлексия может быть очень небольшой. В методологии науки эти ходы, мысли могут больше и глубже изучаться, но тоже они изучаются и понимаются нами недостаточно, с точки зрения Щедровицкого, недостаточно глубоко. Успех в науке – это как раз создание новых вот таких ходов. Это то, за чем гонятся ученые. Нобелевские лауреаты – это те, кто наиболее преуспел в создании этих новых предметов. Потому что за каждым предметом стоит особый тип подхода к объекту, и, соответственно, широкий веер результатов, которые мы можем получить с помощью этого предмета. Ну и, как пишет Щедровицкий, я, например, считаю, что он совершенно прав в этом. Правда, он писал это, соответственно, может быть, уже несколько десятилетий назад, и он сам пытался заниматься этой проблемой, и его школа, и, конечно, они что-то сделали, и, конечно, не только он этим занимался, но вообще мы об этом знаем мало. И главное доказательство тому – мы не можем научиться гарантированно, как это делать. Ну, скажем, современная цивилизация позволяет научиться почти любому человеку водить автомобиль или играть в шахматы, то есть каким-то действием, или фотографировать, просто нажимать, по крайней мере, пользоваться фотоаппаратом, если не фотографировать. Но можем ли мы научить кого угодно, но почти кого угодно открывать научные законы? Да мы сами можем ли это делать? То есть может ли наша система образования этому научить просто? Вот делай так, 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 потом так у тебя будет новый научный закон. Это все остается на уровне интуитивного чего-то. Кто-то научается и не понимает сам, как. Вот, ну, такой естественный отбор идет, и мы знаем. Вот этот ученый, да, он мог, он открыл научные законы, этот открыл, так, эти, нет, 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 нет. Ну, они что-то писали, да, но таких вот глобальных прорывов они не совершили. А вот еще вот он что-то там немножечко чего-то открыл. То есть мы мало об этом знаем. Дальше, что, собственно, мы можем делать с предметом, как с ним работать, как его получать? Щедровицкий утверждает, что основным источником здесь является не наблюдение за эмпирическим материалом, а именно творчество. То есть надо вообразить что-то, надо что-то именно такое придумать, необычное, чего не было раньше. Может быть, очень странное и чаще всего величайшее научное открытие для современников сначала выглядит очень странно. И только потом уже накладывать эту конструкцию на эмпирический материал и проверять. Потому что если смотреть просто на эмпирию, это может натолкнуть на какие-то размышления, но и оттуда мы ее взять не можем. Дальше следует челночная работа, которая, по мнению Щедровицкого, лежит в основе любой науки. Создание вот такой вот знаковой конструкции, замещающей объект. С ней работает, работаешь, 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 смотришь, как это все, к чему это приводит, к каким выводам. Дальше налагаешь эти выводы на эмпирический материал, смотришь, бьется, не бьется. Что-то там получается, не получается, объясните этот эмпирический материал. Скорее всего, не получается. Если вот иногда мы же пишем в своих научных работах гипотеза исследования. Так вот, в норме нормальное исследование, скорее всего, не подтвердит гипотезу. По теории вероятности. Это очень расходно, кстати. Потом мы опять что-то корректируем, потом проверяем, корректируем, проверяем. А иногда Щедровицкий пишет, изначально мы пойдем по неверному пути, и на определенном этапе мы должны просто понять, что как бы мы не корректировали, у нас ничего не получается, и надо все выкинуть на свалку и придумывать новое. Именно это сделал Галилей. Когда до него же была очень неслабая физика со времен Аристотеля, и там схоласты. То есть, в средние века были авторы, которые как-то работали в русле, начертанном Аристотелем, и не могли прорваться дальше. И Галилей сделал что-то касательно вот этих основ, знаков, с которыми мы имеем дело, и прорвался куда-то в новое пространство. Для того, чтобы находить новый предмет, который бы отражал объект, нам нужно рассуждение. И здесь Щедровицкий пишет такую вещь. Мы привыкли к тому, что у нас есть со времен Аристотеля созданные им логические понятия, логические законы, весь этот логический инструментарий. Так вот, творчество ученых не вписывается в логический инструментарий по Аристотелю. Мы не сможем исчерпать, мы не сможем понять, что же там такое произошло в труде великого ученого, скажем, физика или химика или биолога, что в терминах вот просто логического вывода это не опишешь. Логический вывод может проверить определенные вещи, да, но он не позволяет увидеть, как рождается новый предмет познания. Это задача рассуждения. И когда мы находим в текстах ученых их рассуждения, то есть не только результаты. Щедровицкий писал, что это ценнее. Вот мы обсуждали как раз с Артуром Ильичем в этом ключе недавно. Ценнее, когда автор показывает в тексте не только, к чему он пришел, но и как он к этому пришел. Это особенно ценные типы текста, не всегда бывает. Так вот, если в логическом выводе, скажем, в классическом силлогизме мы должны зафиксировать понятие, зафиксировать смысл, который стоит за знаком, то в рассуждении мы должны все время экспериментировать, как же мы понимаем сам знак, какие же знаки мы используем, какие же смыслы мы вкладываем. Мы должны с этим все время играть, иначе у нас не будет рассуждения. Иначе мы не сможем нового чего-то открыть или предложить. Как проверить истинность наших представлений о предмете? И вот здесь пишет Щедровицкий. Единственным критерием подобных оценок является противоречие, несоответствие или расхождение в системе наших знаний. Мы должны взять несколько путей, несколько способов построения предмета разных и сопоставить их. Вот здесь мы увидим их минусы. Хотя бы мы увидим даже то, что они соответствуют друг другу, не соответствуют. У нас могут появиться какие-то проблемы. Пока мы не сделали, не создали нескольких путей, мы даже не можем судить об истинности. То есть, чтобы оценить истинность какого-то утверждения, мы должны создать хотя бы второе утверждение. Одна из интересных вещей, которые происходят при работе с любыми смыслами, Щедровицкий ее описывает вот так. Мы начинаем думать, что предмет это и есть объект. Ну вот смотрите, биологи могут всерьез полагать, что существуют вот эти эквусквагга, что они реально есть. А на самом деле их нет. Есть вот эти реальные лошадки, которые скачут, полосатые ослики. Но никакого эквусквагга нет, никакого вида нет. Тем более нет класса млекопитающих или типа хордовых. Это не реально существующая, это не реальность. Это способ добраться до реальности, способ что-то сделать с реальностью. Мы можем сказать, это отражение каких-то свойств реальности. Но здесь надо разграничивать вот этот вот предмет и объект. Щедровицкий приводит пример, правда, не с зебрами, с зебрами. Это мой пример. Он приводит пример с фразой выдающегося советского лингвиста, реформатского. Когда он пишет, уровни языка это факт. Наверное, реформатский тут просто не очень строго употреблял значение слова факт. И вряд ли тут им можно такое пришить то, что Мощедровицкий шьет. Что он не понимает тут ничего. Но вот эту фразу очень как раз фраза показательная. Уровни языка. Ну, например, лингвистка изучает фонетику, морфологию, словообразование, синтаксис. И для лингвиста это все реальность. Так вот, на самом деле их не существует. На самом деле можно выделить какие-то акустические сигналы, вот их записать. Вот моя речь, например. Или вот обозначение буквочек на бумаге. Но не раздельно грамматику, фонетику и синтаксис. Одно из следствий вот такой иллюзии, когда системность объекта путают с системностью предмета. Системность знаний о языке и системность в самом языке. Разные вещи. Системность в механических каких-то системах, скажем там, каких-то рычагов, грузов. И системность в физике. Это совершенно разные вещи. Системность в физике это взаимосвязь законов классической механики, например. Системность в вещи это взаимосвязь ее частей. Взаимодействие их. Дальше старые понятия, ну старые, как сказать, понятия, которые уже созданы давно и стали общепринятыми. Типа эквус-квага, типа вот этого биологического вида или уровня языка. Они уже воспринимаются исследователями следующих поколений, как именно сами объекты. И, собственно, исследователи забывают, что это на самом деле мысленные конструкции. И с ними надо обращаться по другой логике. Дальше Щедровицкий пишет о необходимости проблематизации предмета. То есть мы должны... То есть точка роста науки это проблематизация ее предмета. Очень важны точки, в которых появляются противоречия. Противоречия это очень важно. За них надо цепляться, не надо их бояться, их надо, наоборот, искать. Противоречия как раз позволяют... Еще другая интересная вещь. Противоречия позволяют увидеть, как устроен путь мыслей, который нас приводит к этому предмету исследования, к этому предмету познания, к этому взгляду на мир. Без противоречий нам очень трудно увидеть, отследить, как мы это делаем. Так как мы, ну, по крайней мере, значительная часть, так я понимаю, здесь присутствующих, еще и задействованы, вот, ну, будут задействованы в этих проектных группах в связи с нашим обучением данной как раз традиции у Петра Георгиевича Дровицкого. Перед нашей проектной группой возникает вопрос, как создать такой образовательный курс или такие элементы образовательного курса, которые помогли бы развивать когнитивные механизмы, развивать способы мышления, развивать методы мышления. И как, впрочем, эта задача стоит так или иначе перед всеми педагогами. И что здесь нам может дать эта совокупность идей Георгия Петровича Дровицкого? Первое. Как правило, мы в системе образования рассказываем о вещах. Мы рассказываем, если это геология, о минералах, если это лингвистика, о языке, если это история о различных эпохах и, может быть, и так далее. И философия не исключение. А о чем надо рассказывать? Ну, помимо, может быть, конечно, не только, но помимо. И я бы сказал, в первую очередь, мы должны обращать внимание на то, как возможно рассуждение об этих вещах. Как строится рассуждение и исследование языка? Как строится исследование мыслей? Как строится исследование минералов? Как строится исследование живых существ? Наиболее ценным является знание о том, как получен предмет, в смысле вот эта знаковая конструкция, замещающая объект. И что этот предмет может быть не единственным. Да, вот тут я привел эту фразу на экране. Эксперименты, как пишет Чедровицкий, а его школа занималась как раз экспериментами педагогическим. Спасибо. Показывают, что для того, чтобы ребенок научился решать задачи, нужно, чтобы он вот это вот увидел противоречие разных способов разговора об одном и том же. Вот это вот то, что как раз, о чем я сейчас сказал. Как нам это использовать в образовании? Не ограничиться рассказом об объекте. Обращать внимание на метод, обращать внимание на пути того, как появляются, как формируется понятие, как формируется картина реальности. В этом смысле история науки очень важна. Вот недавно, скажем так, скончавшийся в расцвете как раз своих сил, замечательный популяризатор химии, наверняка многие знают, Курамшин, у нас как казанский наш специалист. Я спросил как-то на одном из его выступлений после, когда были вопросы, я его спросил, как он считает сам, зачем современному химику изучать историю химии. Он как раз очень интересно писал книги об истории химии, об истории открытия разных веществ и так далее. Вопрос, зачем нужна история какой-либо науки, зачем ее нужно знать тому, кто изучает науку. Вот он как раз ответил, что как минимум для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли по нескольку раз. Но вот тут в связи, в контексте того, о чем я сегодня рассказал, видно, что как раз история науки позволяет увидеть, как формировались разные предметы. Химия, скажем, 18 века очень не похожа по понятийному аппарату на сегодняшнюю. Ну, в чем-то похожа уже, в чем-то еще нет. И мы, если будем сравнивать, как они формировались, как они появлялись, и мы увидим, как шла к ним мысль, возможно, мы сможем чему-то научиться еще и в работе с мыслью уже в наше время, в наших условиях. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.